За отчетный период с 9 по 30 сентября в Анапе проверили 276 иностранных граждан, 103 привлекли к административной ответственности. Четырех выходцев из Узбекистана и Таджикистана оштрафовали и выдворили из России. 11 фактов нарушения законодательства зарегистрировали сотрудники миграционной службы при проверке принимающей стороны. Недобросовестные новчане предоставляли документы для регистрации иностранцев, хотя по факту гастарбайтеры по месту временной прописки не проживали. В ходе проверок этих адресов установлено 11 фактов, не проживая иностранных граждан по месту регистрации. Все эти факты задокументированы, составлено 11 административных материалов на принимающую сторону по статье 19.27. Это предоставление заведомо ложных сведений при постановке иностранных граждан на миграционный учет. Сумма штрафных санкций составила 32 тысячи рублей, все они взысканы в полном объеме. Вице-мэр Светлана Яровая напомнила руководителям городских служб. На этой неделе должен быть готов проект генплана на утверждение. Также чиновники продолжат инвентаризацию земельных участков сельхозназначения. Экономические планы на неделю и долгосрочные предоставила заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. На этой рабочей неделе подведут итоги участия анапчан в накопительной ипотеке. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко на планерке отчиталась о проведенном Дне здоровья. Анапчане готовятся провести на этой неделе несколько праздников. День пожилых людей для активных и уважаемых жителей сельских округов и горожан накроют праздничные столы. В первое воскресенье октября традиционно поздравляют учителей с профессиональным праздником. И предстоящие пять рабочих дней – начало подготовки ко Дню матери. Серьезный вопрос на контроле мэра Анапы, заполняемость спортивных школ и соответствие расписаний реальным занятиям. На развитие спорта в этом году направлена рекордная сумма. Кружки и секции должны работать не для галочки, а реально. У нас один ребенок ходит в три кружка, а трое не ходят никуда. И получается, четыре ребенка в три кружка посещают. 75% у нас охват. На самом деле, кого мы дурим? Трое курят в подворотах, а один успевает везде. Затронули вопрос благоустройства. Некоторые считают, что в этом году на улицах Анапы было мало светов. И мало кто знает, мэр Анапы Сергей Сергеев вместе с обязанностями главы города принял 35 миллионов долга администрации предприятию «Зеленстрой». Мне говорят, вот маловато цветов. Дорогие друзья, а вы знаете, что я 41 миллион принял долгу. И мы по графику реструктуризации за цветы. Сколько в месяц я не спрашиваю? Кроме текущего. 35 миллионов. 35 миллионов, кроме того, что мы посадили. Представляете, что можно было на 35 миллионов цветами обселить? Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков распорядился продолжить контроль санитарного состояния закрепленных улиц и территорий, утвердить места торговли хамсой и привести в порядок пляжи. Пляжное оборудование уберут до наступления нового пляжного сезона. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион. 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 Регион.